В Могилевской области почти 180 тысяч человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Всего же по стране это полтора миллиона белорусов. Более двух миллионов получили первый компонент. К слову, на сайте Минздрава обновлена информация о прививочных пунктах. В таблице указаны актуальные адреса, номера телефонов и ссылки на электронную запись. Православные отмечают воздвижение Креста Господня. Праздник связан с прекращением гонений на христиан римским императором Константином Великим. Согласно церковным правилам, верующие соблюдают однодневный пост в память о страданиях, через которые прошел Сын Божий. В народе же принято заниматься сбором целебных растений. Объемы производства четырех сахарных заводов Беларуси приблизились к пяти тысячам тонн в сутки. Лидерами традиционно являются Гродинские аграрии. Одновременно заготовка идет от грузка на перерабатывающие предприятия. Внутренний рынок обеспечат и картофелем. Убрано уже около трети от плана. Общий урожай составит около миллиона тонн. Фестиваль документальных фильмов стран Содружества стартовал сегодня. Он проходит в Минске и Смоленске. Семеро бессмертных, Мать, Моя голубка и другие работы режиссеров из Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Латвии и Украины представлены на большом экране. В столице шестой по счету форум принимает кинотеатр «Беларусь». Продлится он до 1 октября. Белшина в домашнем матче разгромила Нафтан из Новополоцка со счетом 4-0. Встреча прошла в рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Следующая на выезде с Могилевским Днепром. Состоится она 2 октября в 18.00. Продолжение следует...